Дома не сидят, встречаются с друзьями, гуляют по городу, ездят на рыбалку, становятся на коньки и на лыжи. Такая активность, безусловно, полезна. Подведем итоги, снимем стресс, наберемся сил и вступим в новый 2019 год, на который уже строим планы и возлагаем надежды. И чтобы они оправдались, нужно как минимум остаться живыми и здоровыми. А статистика утверждает, что лирическое настроение подводит многих к самому краю несчастья. Слепая вера в чудесную небесную защиту и утрата привычного будничного самоконтроля оборачивается криминальными происшествиями, ДТП, несчастными случаями, травмами, обморожениями и ожогами. Специалисты Магаданской областной больницы и регионального МЧС дадут советы, как провести время, отпущенное на отдых, с пользой и безопасно. Какие факторы риска в Новый год? Во-первых, это злоупотребление алкоголем, к чему ведет. То есть это беспричинные посадки в автомобиль, управление в пьяном виде, соответственно, с вытекающими последствиями. Это падение, то есть скользкая обувь, неустойчивость, неверновешенность походки, там голова кружится, человек упал, не дай бог ударился спиной, там позвоночником или затылком. Бывает, даже ломают черепа люди, бывает даже, что они не встают после таких травм, если очень серьезная позвоночная травма, с переломом позвоночника и с повреждением спинного мозга. Черепно-мозговая травма опасна чем? Что даже банальное сотрясение, допустим, если взять, нелеченное сотрясение, может привести к метеозависимости, к повышению артериального давления. Бывают описаны случаи в литературе до развития эпилепсии даже. Поэтому, если вы терялись сознание в момент травмы, надо обязательно обратиться к врачу. Травмы позвоночные, конечно, это переломы позвоночника. Бывают, выпадают острые грыжи межпозвонковые с парализацией, то есть с перекрытием спинномозгового канала. Но в основном это все травматически за счет переломов, за счет осколков, когда разрушается спинной мозг и функция его прекращается. Соответственно, человек становится инвалидом. Мы-то, конечно, прооперируем, но вопрос-то о жизни стоит потом, то есть о дальнейшем, о дальнейшей жизни человека. Это если инвалидизация, то это горе и себе, и родным. Ну, сами понимаете, я потом хочу пожелать всем, чтобы умеренность во всем. Магаданцы – рыбаки. Отчаянные и безрассудные. Корюшка манит и зовет, а идти пешком по холодной бухте, мягко говоря, неприятно. Ветер обжигает, море обманывает с расстоянием, поклажа тянет руки. Вот и рискуют рыбаки и машинами, и собой. Типичная картина для последних лет – японское авто, уплывающее на льдине к родным берегам. Вот он, сурф ушел. Как правило, наши люди, все любят рыбалку, любят спорт, лыжи, снегоходы и выезжают на лед. Зачастую выезжают бездумно, не проведя разведку, не зная, есть ли там трещины, нет ли трещин, какого толщина ледового покрытия. Ну и, соответственно, случаются всякие несчастные случаи. Проваливаются под лед, отрываются на льдинах, просто купаются в луже, потом в полыне, потом замерзают. То есть, прежде всего, в городе Магадане запрет на выезд и выход на ледовое покрытие. Бухты Гертнера, Нагаева – это самое первое, то есть, законодательное. Во-вторых, нужно просто себя беречь. Если ты понимаешь, что там что-то может с тобой случиться, лучше туда не ходить. МЧС для спасения людей денег не считает и затраты не рассчитывает, потому что мы обязаны спасти любого гражданина, попавшего в сложную жизненную ситуацию, скажем так, в природной среде, ну или в городе – это наша обязанность. Но можете сами посчитать, сколько стоит работа нескольких человек в течение дня, часа, сколько стоит выезд автомобиля или судна на воздушной подушке, выезд вертолета. То есть, в принципе, каждый может подумать, сколько налогоплательщикам обходится его беспечное поведение. Был у нас такой случай. Машина ушла под лед, погибли люди. На бухте Гертнера работают водолазы, полоня огорожена, трещина широкая. Буквально через час после того, как начались работы, и видно, что люди работают, спасают, достают. Буквально через час в 40 метрах от них тут же влетает еще один автомобиль. Буквально на глазах. Людей вытащили и спрашивают, зачем вы туда поехали? А мы, говорит, здесь 30 лет ездим и опять будем ездить. Вот и все. Обморожение. Сюда входят не только наши рыбаки-охотники, которые в январские праздники, в самый лютый мороз, бегут в Нагавицкую букту, как говорится, потягать корюшку. Но это еще алкогольное опьянение. Ведь алкоголь, как мы знаем, не только действует на центральную нервную систему, за собой влеча такие посредствия, как легкая эйфория, расслабленность, ну и также на периферические сосуды. Тем самым при расширении у нас идет конвенция тепла и теплоотдача. Так что, находясь в легком подпитии, всегда смотрите телевизор, сверяйтесь вверху с погодой, потеплее одевайтесь. Ведь получить отморожение пальцев в руку и ног в алкогольном опьянении очень просто. При получении отморожения никогда не стоит стараться их отогревать, лучше сразу обратиться за медицинской помощью. ДТП сегодня стали, если не обыденностью, то чем-то вполне привычным. Мы обращаем на них внимание только в случае гибели людей. А ведь человеческое тело, слишком хрупкое и уязвимое, не рассчитано на бой с металлом. И медики, и спасатели убеждены, что сочетание алкоголя и руля неизбежно приведет на больничную койку. Надо следить друг за другом, смотреть, если у вас родственник или близкий человек немножко перебрал, и есть у него стремление, значит, сесть за руль, куда-то прокатиться, надо забрать ключи просто. Несмотря на все эти конфликты, он на следующий день вам скажет спасибо за это. Ну, соответственно, обувь нескользкую, да, чтобы не падать, желательно одевать. Вот продаются у нас в аптеках, в магазинах, значит, эти вот такие резинки с шипами специально одеваются, которые тормозят падение. Ну, избегательных лиц в ситуации, естественно, с соседями там. Если видите, что человек агрессивно настроен, лучше отойти. Мне кажется, что лучше всего профилактика болезни, чем ее лечить потом. Ну, если люди попали в ДТП в зимнее время, то, во-первых, нужно освободиться и максимально от воздействия холода. Если есть травмы, то, соответственно, перебинтовать, остановить кровотечение. Если человек сам не может выбраться, то тогда постараться, во-первых, не поддаваться панике. То есть самое главное враг во всех происшествиях – это паника. От нее люди гораздо больше страдают, чем от самих травм. То есть не паниковать, оценить обстановку, постараться, если нечем согреться, постараться какие-нибудь вещи на себя накинуть, ну, максимально утеплиться. Если у тебя переломы, то двигаться не надо. Кровотечение тоже. Все зависит от ситуации. Ну, убрать кровотечение и утеплиться. Это как бы первое. По недавнему ДТП, который произошел на Тенгизской трассе, пришлось спасателей отправлять вертолетом. И обратно отправлять точно так же вертолетом, потому что отрицательные температуры, долгая дорога могли не довести. Салюты, фейерверки, петарды, безусловно, создают настроение. Однако мало кто догадывается, что тротиловый эквивалент в некоторых из них доходит до 5 или даже 10 граммов. И тут встает вопрос, где заканчивается безопасный радостный салют и начинается, по сути, боевая взрывчатка. Специалисты считают, что соблюдать предельную осторожность следует даже сжигая бенгальский огонь. Новогодние праздники у нас традиционно запускают люди фейерверки, используют петарды и всевозможные бенгальские огни. То есть данные объекты являются источниками повышенной опасности в связи с тем, что там находится взрывчатое вещество, легко воспоменяемое вещество. Ну и, соответственно, нужно принимать соответствующие меры безопасности, которые тебе не навредят и дом твой не сожгут. Во-первых, нужно запускать пиротехнические изделия в отведенных для этого местах, в специальных площадках. Во-вторых, нужно не направлять в лицо, в ближестоящих людей, в машины, в дома, для того, чтобы не произошло пожара или какой-нибудь травмы. Ну и, как всегда, берегите себя. Ваши пальцы и руки вам еще пригодятся. Ожоги. Ну, ожоги тут можно отнести не сколько ожоги, сколько отрывные как бы ампутации. Мы связываем такую взрывную травму с некачественной продукцией петард и фейерверков. Так что при запуске данных изделий лучше всего производить их в перчатках и рукавицах. По крайней мере, они смягчат удары. Если же петарда не взорвалась, то не стоит смотреть, лезть к ней и смотреть ее и разбирать, потому что можно получить ожог лица и глаз. Также стоит избивать потасовок и драк, потому что для нас это не редкость, когда люди приезжают с ножевыми ранениями грудной и брюшной полости. Нам остается добавить, что медики и спасатели будут работать круглосуточно. Врачи, медперсонал, спасатели и пожарные готовы к любым экстренным ситуациям. За помощью к медикам обращайтесь по телефону 103, а к спасателям 112. Для граждан нашей страны новогодние праздники – это отдых, для спасателей – это напряженные будни. То есть вся подсистема РСЧС, главное управление МЧС России Панганадской области приведены, будут в повышенную готовность новогодние праздники, усилены караулы, усилены дежурные службы, спасатели. Все будут охранять покой наших граждан. Ну и традиционно хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, берегите себя.